После того, как французская разведка произнесла слово «Депельгангер», скрываться смысла больше нет. И сейчас мы расскажем, что было сделано за год нашей работы. Мы работаем системно. Наша работа включает в себя сборы, анализ информации из западного медиаполя, поиск потенциально опасных направлений информационных атак, аналитика, разработка собственных нарративов, а также их упаковку в контент, работающие на увеличение коэффициента полезной эффективности проекта. Нашу работу можно разделить на три направления. Мониторинг, аналитика и креатив. Для начала расскажем, как работает служба мониторинга. На этом этапе задействовано 24 человека. Отдел ежедневно собирает информацию на шести языках из 300 крупнейших СМИ стран проекта и из лент основных международных информационных агентств. Также анализируются посты в социальных сетях наиболее влиятельных сторонников и противников России в странах проекта. На сегодняшний день в этих базах более тысячи лидеров общественного мнения. Важную стратегическую информацию наши аналитики получают из публикаций на сайтах ThinkTanks и социологических агентств. Вся эта информация ежедневно перерабатывается в краткие справки по каждому направлению с самыми важными инфоповодами и предложениями по их использованию в работе. Далее над полученной информацией начинает работать отдел аналитики. Наш аналитический отдел ежедневно внимательно изучает сотни материалов, статей, постов, социологических отчетов и аналитических докладов для того, чтобы понимать целевую аудиторию немцев, французов, израильтян и американцев, какие проблемы их волнуют сегодня и прогнозировать, что станет важным для них завтра. На основе этого анализа формируются темники для отдела креатива. Видимым результатом работы является, конечно, контент, который доставляется целевой аудитории. Ежедневно на каждую из четырех стран проекта пишутся по одной статье, сопровождаемой иллюстрацией и карикатурой. Статьи пишутся, исходя из журналистской стилистики, принятой в каждые страны. Всего за год было написано около полутора тысяч аналитических материалов и нарисовано более тысячи карикатур. Также командой выполняются ситуативные задачи, например, создание псевдоотчетов «РАНД», написание пресс-релизов от имени МВД Германии или таможенной службы Польши, анализ настроений сотрудников БАСФ, а также поиск потенциальных спикеров. Мы работаем на изученном, хорошо понятном нам информационном поле. Наши смыслы вписаны в систему представлений граждан Запада. Тщательно подготовив свои информационные атаки, понимая цели и задачи проекта, мы твердо верим в конечную победу. Поле битвы у мы, жителей планеты Земля. Это поле битвы останется за нами.